Александр Морозов, гость школы Рецитал. 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 Это трагедия, трагикомедия, мюзикл, да, вот все, в чем вы занимаетесь, чтобы режиссер думал, ага, вот тут куча талантов, и я возьму то, что мне надо, а вы как раз это можете подарить и всем зрителям. Вот, ну я был хулиганом, честно признаюсь, я не знаю, как вы его, я не призываю, самым закорененным хулиганом может сидеть приличный человек. Мама моя мне рассказывает, что уже с трех лет я учил всякие глупые стишки и собирал во дворе своих друзей, ребят, и рассказывал мне вот эти какие-то штучки, то есть у меня уже тогда, видимо, хотелось наступать. Есть такая штука, как актерское обаяние, в любом случае актер должен обладать обаянием, оно бывает разных видов, бывает отрицательное обаяние, ну, сейчас я вам объясню, отрицательное, ну, человек играет, например, злодея, да, Кощея какой-то, там, Баб-Ягу, это же злой персонаж, но он внешне злой, может быть, там, некрасивый какой-то нос, уши какие-нибудь, там, зуб дурацкий какие-нибудь, или все что-нибудь, да, но все равно мы должны любить этого персонажа. И это как раз вот есть это обаяние, можно через какую-то природную, может быть, некрасоту и страшность, но все равно, когда ты играешь отрицательного персонажа, ты, как актер, должен в этом персонаже найти что-то хорошее. Потому что даже самым нехорошим персонажем что-то есть человеческое. И когда это ты показываешь зрителю, он все равно даже у тебя плохого, как персонаж, да, он тебя начинает любить. И это очень здорово, и это очень важно. Вот, есть актерское обаяние, то есть вы запомнили, да, есть положительное и отрицательное. У меня оно, насколько я понимаю, положительное, да? Ну, то есть, ну, да, вряд ли я бы на бабье, да, для кого-нибудь там. Хотя, можно и попробовать было бы. Ам-да-да-да-да-да-да-да. Ах, 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 ах. И, 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 и. Справа. Знаете, ты танцевала? Я очень люблю танцевать. Я очень люблю танцевать. Тем более, посмотри на меня. Запоминаем движения. С этими движениями в следующий раз мы встречаем Александра Морозова. Пантерсы, давайте! Три-четыре! Пантерсы! Молодцы! Ура! Субтитры создавал DimaTorzok